Здарова, ребята! Я нахожусь в каворкинге в WeWork и решил записать вам видео, рассказать про это прекрасное, замечательное место. Для меня это, наверное, крупнейшая находка за всю мою жизнь. Приехав в Штат, я нашел офигительное место для работы. Сейчас расскажу. WeWork — это крупнейшая сеть гибких рабочих пространств для стартапов и компаний. Если проще, то это каворкинг. Компания основана в 2010 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. WeWork был супер-успешным стартапом, привлекшим большие инвестиции. Но сегодня он является абсолютно убыточным. Нет! 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 Дерьмо! Этого не может быть! И тем не менее, компания выживает на инвестициях и миллионы людей в месяц по всему миру посещают WeWork. Да, вы не осуществились, у них есть каворкинги по всему миру. И по одной карточке вы можете ходить в любой из них. Вот такая вот прикольная карточка дается после покупки. Ты как бы приходишь, прикладываешь, заходишь внутрь, проходишь на чекин, здороваешься с тетенькой, и все, идешь, работаешь целый день. В общем, схема такая. Ты покупаешь себе одну карточку WeWork, и ты можешь ходить во все каворкинги в любую из 700 локаций, в которые тебе только вздумается. То есть у них есть 700 каворкингов по всему миру. Ты можешь поехать там, не знаю, в Дубае, в Гонконг, в Лондон, в Москву. В каждом городе Америки есть по несколько, ну в крупных городах точно, по несколько больших WeWork. Это круто, это удобно, если ты путешествуешь, ты всегда находишься в одной среде, в одной обстановке. При том, что WeWork во всех городах, они практически друг от друга не отличаются. То есть это одинаковая мебель, вот вплоть до того, что вот этот стул тоже есть в каждой WeWork. Это очень-очень круто. Стандартный доступ WeWork стоит всего лишь 300 долларов. Для померки в Америке это очень маленькая сумма, можно было ставить прайс гораздо выше, потому что в тех же белорусских каворкингах цена плюс-минус такая же. Со стандартным доступом за 300 долларов тебе открывается возможность ходить в OpenSpace, вот как ребята сейчас сидят, работают. Точно так же ты можешь как бы ходить, выбирать свободное место, тут тусоваться, общаться, пользоваться чаем, кухней, бытовыми приборами и так далее. Ты можешь доплатить, и у тебя будет какое-то такое фиксированное рабочее место, куда у тебя будет такой личный доступ. Ты можешь пригласить партнеров, команду, вместе можете сидеть, работать в офисе. Тоже очень классная штука. Я хочу вам показать, что творится на других этажах WeWork. Таще всего WeWork немногоэтажные, у них там 2-3 этажа. Ты сейчас пришел на 2 этаж, в принципе, все то же самое, тоже кухня, наливают комбучу, делаешь чаек, кофеек, в принципе, все то же самое, но людей, народу поменьше. Вот видите, тут офисы, прямо некоторые целыми такими большими кубометрами снимаются здоровенные офисы компании. И там находятся, плюс такой аренды в том, что она краткосрочная, вам не нужно подписывать лист на год. Ты сразу когда пришел, арендовал там на месяц, месяц поработал, ушел. Ой, смотрите, какая прикольная. Здесь есть комнатка, просто все стены, это большая доска, на которой ты можешь вот так брать маркер, что-нибудь там рисовать, брать, вот так вот стирать. Все, и круто! И так можно все стены разрисовать. Просто мечта любого ребенка. Отдельный кайф здесь, это переговорки. Я очень люблю созваниваться, я могу общаясь с кем-то, работать очень много. Вот здесь специальное место с шумоизоляцией, так заходишь, здесь сам включается свет. Закрываешь дверьку. И все, ты сидишь в тишине, кайфуешь, работаешь. Единственное, конкретно в этом веборке какой-то шум из потолка идет. Ну, нормально, нормально. Друзья, мы с вами продолжаем рубрику тестирования переговорок. Сейчас мы находимся в веборке. Алекс, пожалуйста, давайте продемонстрируем звукоизоляцию в колонкинге веборк. Достаточно тихо. Сообщение за 23 года. Давай с самого начала. В 2019 году компания привлекла внимание СМИ после неудачного IPO. Опубликовав личные данные, компания подверглась критике за ее управление, бизнес-модель и способность генерировать прибыль. Одна из причин была в том, что основатель нерационально тратил инвестиции. И в 2019 году он вынужденно покинул свою же компанию из-за растущего давления со стороны команды и инвестеров. New York Times назвал веборк самым большим провалом в истории стартапов. Из оценки в 47 миллиардов долларов компания упала до 9 миллиардов, утеряв доверие инвестеров. Проект даже сняли документальный фильм «We Crushed». Всем рекомендую к просмотру. Ну и, конечно, моя любимая часть веборка – это кухня. Я кайфую от того, что здесь бесконечное количество чаев с разными вкусами, при том, что во всех веборках чаи одинаковые. Тут мачо, черный чай, мята, стаканы для воды, вода, камбуча, всякие напитки. Как и в этом веборке только один напиток, но обычно приходит, что стоит три краника, там наливают еще и камбучу. Соусы, снизу молоко, на этой стороне холодильник, морозилка. И моя любимая часть – это койк-машина. Койк-машина просто мой кайф. Что я очень люблю веборки, так это вот эти вот черри. Они прям очень вкусные, я прям если в магазин не вижу, то такой же чай я обязательно куплю. Есть холодильник с молоком, при том молоко разное, там есть шоколадное молоко, есть half and half, пастеризованный там и так далее. Хулус, всякое прочее лабуда. Здесь у нас кофейные зерна, только постоянно просят этим не пользоваться. Здесь кофеек просто горячий. Кипяток, кипяток, холодильник, ну вот как-то так. Примерно все веборки куплютованы одинаково. Сейчас Олег будет показывать, как он наливает чай. Интересно. Олег показывает, что веборке всякие есть плюшки в виде карамелек, всяких соусов, кофе, джемы и всякая такая вот штука. Ммм, вкусняшка. Вот лично мне веборк очень нравится. Это прям такое офигенное комьюнити, я здесь нашел очень много знакомых. В Америке нашел много русскоязычных людей именно в веборке. Это такое место, где ты чувствуешь себя как дома, где ты можешь постоянно работать, можешь сосредоточиться на чем-то, какие-то задачи порешать, можешь пригласить партнеров, друзей. Да, несмотря на то, что веборк является убыточной, он очень сильно был переоценен инвесторами. Мне кажется, это офигенная бизнес-модель. Она 100% должна работать, просто, возможно, ее нужно получше докрутить. И самое главное, это очень хорошая комьюнити. Это очень большая польза для людей по всему миру, которые хотят творить, создавать. Вместо того, чтобы идти в какую-то кофейню, можно прийти веборк. И здесь очень классно пилить свои проекты. Мы сегодня пришли в новый веборк на 32-й этаж. Можно посмотреть, как выглядит Сан-Франциско. Смотри, это просто очень круто. Ну вот и все, это конец видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой инстул, Andrew Spicey. Заказывайте сайты в Spicey Media. Будем держать связь. До встречи, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok